Мы продолжаем делиться с вами последними событиями в Израиле. Судя по имеющимся данным, позиции Цахала были обстреляны из миномета. Цахал наносит ответные артиллерийские удары по району, откуда велся обстрел. Поисковые операции сейчас ведутся по всей территории Израиля, так как неизвестно точное количество боевиков Хамас, проникших в страну. Вчера вечером были задержаны боевики даже в Тель-Авиве. Цахал продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Военно-воздушные силы армии обороны Израиля атаковали военную инфраструктуру около дома главы разведывательного управления террористической организации Хамас в Газе. Напоминаю, что жителям Израиля вне зависимости от локации рекомендуется находиться дома. Школы и садики отменены, аэропорт закрыт, все рейсы отменены. Население вызывает недоумение, как такое могло произойти. Известно, что израильская армия считается одной из сильнейших в мире, а израильская разведка самой сильной в мире. И большинство шокирует, как могло произойти, что никто не знал о готовящейся атаке со стороны Хамас. Ведь вчерашний день был выбран не случайно. Для своей атаки палестинцы выбрали символичную дату – 50-ю годовщину начала войны судного дня. 6 октября 1973 года арабские силы атаковали Израиль. На данный момент вооруженные силы Израиля ликвидировали более 400 палестинских экстремистов. Несколько десятков бойцов из сектора Газы захвачены в плен. Я Лейли Магерам, специальный корреспондент Баку-ТВ из Израиля. Мы будем держать вас в курсе событий.